эти заразы они за мной по пятам ходят что их постоянно подкармливают вот это сидит гинкобелова или как я называю их козбелова на хрена посадили не знаю жена захотела это одно из моих любимых деревьев а точнее я бы сказал даже самая любимая форма в этом году не плодоносит кстати местные говорят что здесь она не растет у нас сидит это дерево уже второй год вот эта вторая форма которая здесь не растет в этом году она заплодоносила вот три штучки такие есть это еще рано они будут расти малинник остался тоже здесь курочки от ястребов прячутся также съедают всю малину снизу сверху мы ой шикарное просто дерево грецкий орех огромная под ним частенько делаем пикники второе грецкий орех он прямо тут в теле сарая но я сарай буду сносить поэтому она будет расти а это соседская половина урожая его но он же его садил остальная половина вся сыпется ко мне так что это можно сказать общее дерево яблонько очень хороший яблонько его по обрезал так она в этом году прямо все усыпано здесь культурная ежевика или как ее правильно называть кумбермент черная малина тоже буду рассаживать кстати ягодки смотрю уже завязались так дальше это новые посадки посадил вот это персик вот это абрикос вишни не черешня а вишни и зимний сорт яблонь по-моему семиренко кстати грецкие орехи вот они на этом дереве ну просто огромные я таких магазине вообще ни разу не видел так ну и все остальное заросли орешника вот это каштан растет в этих зарослях вот я повыкорчевывал конечно кое-что просто сил не хватило в прошлом году а тут яблонь растут черешня растет они не росли тут они мучились что орешник все забил вот что там еще надо показать надо показать два лягушатника так везде по периметру забор я сделал в этом году весной чтобы куры ходили и не боялись собаку он они за мной чешут забыл как дерево называется плов его ягоды добавляют пересадил в этом году это один лягушатник уже обмелевший а это второй основной он тоже уже обмелел там есть три карася и одна черепаха все остальное с пол сотни лягушек а и три тонны тоже огромное количество вот и все